Здравствуйте! В эфире программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. Прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Сегодня в выпуске. Решать проблемы еще на стадии проектирования, а не достраивать в экстренном порядке. Строительство детских садов обсудили на Совете по стратегическому развитию. Снюсы вне закона. Депутаты Госсовета Чувашии готовы запретить продажи без табачных смесей несовершеннолетним. Яльчики забили всем. Наша любительская хоккейная команда взяла золотую шайбу страны. Сегодня в Доме правительства обсудили ход реализации национальных проектов. Эту работу в республике курируют члены Совета по стратегическому развитию. О принятых решениях в сюжете Дмитрия Ковалева. По разным причинам, а чаще всего из-за некачественной документации, социальные объекты вводят с опозданием. Так и в рамках национального проекта «Демография» были неосвоены многомиллионные суммы. До сих пор продолжается строительство детского сада в селе Большие Катраси. Подрядчик подвел. А в столице региона еще одним дошкольным учреждением могло быть и больше. Неосвоены средства федерального бюджета в размере 31,2 миллиона рублей. Которые были предусмотрены на начало строительства объекта детский сад на 110 мест в микрорайоне 14 новоюжного района города Чебоксары. Потребности в детских садах растут. В очереди на получение мест более 20 тысяч дошколят. Снизилась численность воспитанников в частных детских садах. Там тоже пояснилось, что там закрылось два детских частных сада. В этом году в республике должно начаться строительство еще девяти детских садов. Поручение в Рио главы региона подготовить в ближайшее время проектную документацию и утвердить поэтапный план работ, чтобы не отстать от намеченного графика. За исполнением контрактов наладят тотальный контроль. Почти по всем, наверное, пунктам включить, если поддержите, организовать контроль Министерства финансов за исполнением контрактов как органом внутреннего финансового контроля в соответствии с 44 ФЗ. В приоритетные программы могут быть включены и законсервированные объекты. В их числе так и не введенный в строй действующих групповой водовод Шумурше и очистные сооружения в Цивильске. Если его в программе нет, давайте срочно начинайте работать по нему и в соответствующем образе давайте будем объединять усилы для того, чтобы его включить. Вся проблема прошлого года получилась в связи с тем, что у нас были поставлены объекты, реализация которых не приведет к улучшению качественной воды. Сверять этапы реализации национальных проектов республики члены Совета по стратегическому развитию будут теперь чаще. Работу по достижению экономического роста региона необходимо ускорять, отметил Олег Николаев. Я предлагаю нам собираться ежемесячно. Те проекты, которые будут являться остающими или территорией, будем соответствующим образом более глубже изучать, вырабатывать подходы для того, чтобы нивелировать эти процессы. В президиум Совета войдут и депутаты Госдумы России. Также Олег Николаев поручил запустить сайт, который и будет держать жителей республики в курсе новостей о реализации национальных проектов. Этой работой уже с сегодняшнего дня займется Министерство цифрового развития и информационной политики региона. Крайний срок – середина апреля. Это необходимо для того, чтобы жители региона тоже смогли оценивать работу по достижению национальных целей развития. Дмитрий Ковалев, Павел Рыдков, Республика. Сразу несколько приоритетных направлений получат дополнительную бюджетную поддержку. О грядущих изменениях говорили на заседании правительства. Поправки в главный финансовый документ республики обсудят на ближайшей сессии Госсовета. Вот что думают по этому поводу руководители профильных министерств. В уточнении бюджета на 2020 год заложены очень значительные средства на строительство дворовых территорий и строительство тротуаров. Это очень важно. Почему? Потому что все, что близко людям, это, соответственно, когда вышел из своего подъезда, я ощутил на себе то, что вливание денег, оно не просто носит какой-то аморфный характер, а конкретные вещи, связанные с конкретным человеком. Также по корректировке бюджета заложены средства на разработку проектно-смертной документации и строительство тепловых сетей, потери в которых превышают 40%, потому что это значительно сказывается на тех платежах по статье теплоснабжения обычных граждан, которые фактически уходят в небо. Тоже это значительный вклад. Основная сумма – это полтора миллиарда, это очень значительные суммы, причем они будут распределяться равномерно по всем муниципалитетам Чувашской республики. С учетом уточнения нашего бюджета, расходная часть по разделу образования выросла на 2,2 млрд. Если до уточнения составляло почти 16 млрд., то сейчас уже более 18 млрд. В рамках этого уточнения наши расходы увеличатся по таким разделам, как, прежде всего, это, конечно же, организация горячего питания для первых-четвертых классов. Сейчас у нас только в отношении малоимущих идет получение горячего питания. С 1 сентября будут получать все категории. Далее мы планируем увеличить денежное вознаграждение для педработников за ведение классного руководства. Закупка компьютерной техники, конечно же, тоже сюда встает. Реализация грантовой деятельности. Одно из ключевых звеньев в системе здравоохранения – скорая помощь. Перспективы развития данного направления в регионе обсудили сегодня в Доме правительства. Временно исполняющий обязанности главы ЧУВАШ Олег Николаев встретился со специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга. Нестандартные идеи, практические решения, актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи – ключевая тема встречи. Особое внимание информационным технологиям в этой сфере. Эти технологии позволяют, на самом деле, прежде всего ускорить эту помощь, что очень важно. Мы можем поделиться опытом в сфере организации скорой медицинской помощи, прежде всего с применением новейших технологий, цифровых технологий. Стороны обсудили действующие стандарты оказания скорой помощи. У вас деньги – 1200. А сколько из них вывозится за пределы района? 370. То это точка в точку. Это точка в точку. Вот так и должно быть. Первые сутки они уже сразу там, где нужно. А это вот для выживания и сохранения здоровья человека. На счету не часы, а минуты. Скорая медицинская помощь должна оправдывать свое название. Главная задача, по сути дела, на сегодняшний день в скорой помощи – это чтобы человек не только в Чебоксарах, а в любой точке республики в первый же день сразу оказался там, где ему будет оказана исчерпывающая помощь. Единая диспетчерская, которая видит все выезды, все вызовы, которые осуществляются, при этом те вызовы, которые тревожные, это патология беременных, дети до года, тяжелые ожоги, сочетанная травма, инфаркт, инсульт. Они сразу же берутся на контроль. И вот они составляют тех, кого нужно эвакуировать сразу только в те специализированные центры, где им может быть оказан тромболизис, постановка стендов, оказание там оперативной хирургической помощи. По словам руководителя Всероссийского медицинского центра медицины «Катастрофа защита» Сергея Гончарова. С развитием санавиации в Чувашию помощь к пациентам будет приходить еще быстрее. В 2020 году при больницах широкого профиля построят вертолетные площадки. Из федерального бюджета выделят около 30 миллионов рублей на покупку вертолета. Говорили о том, как наладить точную логическую цепочку действий при оказании экстренной медицинской помощи. У чебоксарских медиков есть опыт подобной работы. Благодаря тому, что в Чувашии объединены все станции, отделения скорой медицинской помощи, центр медицины «Катастрофа» эта система и реально работает. В этом центре все практически обновлены автопарк, что ушли от аутсорсинга с частными компаниями, что приобрели собственные машины, машины качественные, и они работают на благо людей в республике. Стороны рассмотрели возможность внедрения в республики успешных практик. Речь о так называемых умных приемных отделениях. При поступлении специалисты сразу же будут разделять потоки больных по состоянию тяжести. Такая практика уже есть в Казани и в нескольких других регионах страны. По мнению специалистов, это то, что создает комфортные условия для пациентов и возможность их мобильного обследования для определения диагноза и дальнейшего лечения. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. В Доме правительства Чувашии прошла еще одна рабочая встреча с руководителями банков. В ней участвовали исполняющие обязанности министра финансов Чувашии Михаил Нездряков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Участники обсудили состояние банковского сектора республики, проблемы и тенденции. Один из важных вопросов – подготовка к столетию Чувашской автономии. Уже сейчас необходимо сформировать актуальную для региона деловую повестку. В этом плане правительство рассчитывает на помощь банковского сообщества и ждет интересных предложений и проектов. По мнению Михаила Нездрякова, главные критерии – польза для людей, бизнеса и экономики в целом. Такие встречи станут регулярными. В ряде регионов страны теперь официально запрещено продавать так называемые снюсы несовершеннолетним. Соответствующие законы приняли в Московской, Самарской, Новгородской областях, Якутии. В ближайшие дни к ним присоединится и Чувашия. Этот вопрос рассмотрели депутаты Государственного совета Чувашии. Снюсы, известные в нашей стране с 2000-х годов, тогда этим термином называли один из видов некурительного табака. В 2015-м Госдума приняла закон о запрете на продажу такой продукции. Производители и продавцы тут же нашли лазейку. В законе речь шла лишь о табачных изделиях. Так что с тех пор под снюсами они свободно продают бестабачные курительные смеси. Какой-либо наполнитель, пропитанный никотином. Осенью 2019-го российские школьники начали массово травиться таким товаром. Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку ты, говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Этого ребенка спасли. Но так повезло не всем. Иными словами, нужен новый закон. Досконально продуманный и не допускающий пробелов. На уровне федерации над ним работают, а регионы пока на местах делают, что могут. В конце прошлого года в прокуратуре Чувашии прошло расширенное совещание с участием врачей, педагогов, общественности, после чего Минэкономразвитие Чувашии настоятельно рекомендовало продавцам убрать снюсы с витрин. А так это лишь полумера. Теперь на заседании комитетов Государственного совета Чувашии депутаты рассматривают вопрос о запрете на продажу бестабачных снюсов несовершеннолетним. В парламент его внесла прокуратура. Комитет по соцполитике внесения закона в повестку дня сессии Госсовета одобрил единогласно. Голосование состоится уже в пятницу, 28 февраля. Впрочем, судя по всему, продавцы опять на шаг впереди. После запрета на реализацию снюсов в ряде регионов в продаже появился аналог – сушеные яблоки, пропитанные никотином. Так что перед законодателями непростая задача. ГП Рычкина Павел Рядков, Республика. Сегодня на заседании антитеррористической комиссии в Чувашской республике обсудили результаты деятельности органов исполнительной власти по профилактике терроризма в 2019 году и эффективность реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма. В 2019 году в Республике проводилась работа по составлению паспортов потенциальных объектов террористических посягательств – учреждений, образования и торговли. В Рио главы Чувашии потребовал в кратчайшие сроки завершить утверждение этих документов в муниципальных образованиях. Олег Николаев отметил – паспортизация позволит оценить необходимый объем финансирования для обеспечения антитеррористической защищенности. Только в Чубаксарах на организацию пропускного режима и круглосуточной охраны в образовательных учреждениях требуется свыше 300 миллионов рублей в год. В рамках подготовки к Всероссийскому дню голосования по поправкам в Конституцию России в Рио главы Чувашии поручил критически проанализировать возможности обеспечения безопасности в организациях, где будут размещены избирательные комиссии и при необходимости принять оперативные меры. В Чубаксарах открылся фестиваль чувашской музыки. Он посвящен знаменательной дате – столетию образования Чувашской автономной области. На сцене столичного театра оперы и балета выступят известные музыканты. Песни чувашских композиторов, отрывки из опер и других классических национальных произведений исполнят местные и приглашенные солисты. Среди них лауреаты российских и международных конкурсов. В программе концерта также выступления симфонического оркестра и воспитанников детской балетной студии. Они еще дети, но их достижения уже значительны. В сферосийских хоккейных соревнованиях клуба «Золотая шайба» команда из Чувашии вернулась золотой медалью. Трус не играет в хоккей. 16 сильнейших сельских хоккейных команд съехались в город Салават, что в Башкирии, чтобы сразиться за звание лучшей команды и титул чемпиона страны среди юниоров. Сборная команды «Яльчики» одержала победу во всех ледовых баталиях. Он не поверил даже, что мы займем такое призовое место, станем чемпионами России, потому что в истории Чувашской республики пока такого не было. Сложнейший финальный матч был с командой «Олимп» из Вологодской области. Наши соотечественники вышли вперед еще в первом периоде, но соперники сравняли счет. Победным стал третий период, когда за шесть минут до конца матча хоккеисты клуба «Яльчики» забили решающую шайбу. Команда смогла выиграть. Я волновался, встать на ворота. Шайбы хорошие летели. Но я старался не пропустить шайбы. Чтобы добиться таких результатов, ребята тренируются круглогодично. Даже нынешней теплой зимой они невероятными усилиями сумели сохранить лед на открытой площадке. А вот летом возникает проблема. К сожалению, у нас поблизости нет крытого катка, поэтому детей возим в соседний Буинский район. Для южных районов хочется иметь такой крытый каток для Батерска, Шемушинского, Яльцкого и Комсомольского районов. Надеемся, что в дальнейшем построят ледовый каток, и мы докажем, что Чувашия сильнее всех. Надежды юношей питают. После победы ребята тренируются еще с большим рвением. Как говорится, положение обязывает, ведь они чемпионы России. Александр Соловьев, Юлия Адюкова, Валерий Резюков, Республика. В столице Республики открылась 12-я межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2020». Для специалистов это возможность обменяться новыми идеями, научными разработками в области картофелеводства. Для горожан шанс приобрести качественный посадочный материал напрямую от производителя. На выставке представлено более 25 популярных сортов всемирного картофеля отечественной и иностранной селекции. Выставка проходит на территории торгового комплекса «Николаевский». Подробнее об участниках выставки «Картофель-2020» расскажем сразу после новостей. А я с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова